Так вот, мой подклад преимущественно фактической направленности направлен на активных мапперов, кому приходится часто маппеть крупные массивы. Сейчас бывает в ситуации, когда лес наш, например, возьмем лес, имеет небольшую форму, мы можем его спокойно обрисовать, у нас получится вполне обыденная контур, ничего особенного элемента. Можно увидеть, а не котик. И здесь, в принципе, все понятно. То есть понятно, что рисовать, понятно, как это будет выглядеть, какой контур закнуть и присвоить ему соответствующий тейп. То есть я подписал низко-батинга объект. То есть мы четко видим, где начинается, где заканчивается и все подобные ниванцы. Но когда мы видим вот такую картину, здесь уже все как раз сложнее. Непонятно, где начинать, где заканчивать. И вообще, собственно говоря, что мы, собственно, видим? Ну понятно, что это лес с какими-то полянками. Но когда мы начинаем работу по обрисовке этого леса, то возникает первый вопрос, что он, собственно, обрисовывает. Вот так будет лучше. Есть, я вижу, множество вариантов, когда человек начинает рисовать прямо вот так посередине, что-то там обрисовывает и заканчивает вот такой кусок. Или там пытается найти какие-то внутренние комнаты вот этого леса, какие-то отличающиеся по цвету, и тоже пытается обводить. Встречал такой вариант, когда человек просто вот так решует размахом в квадрат и уходит. То есть бывают очень странные варианты, которые потом приходится исправлять. И вот, собственно, вопрос, как это рисовать правильно. То есть нужно как-то формализовать, где заканчивать, где начинать. И некоторые сопутствующие вопросы. И вот, когда я это вижу, возникает сразу такое ощущение, что что же делать? Да. Я тоже начинаю думать об этом. И когда мне это достало в очередной раз, я решил какую-то систему выработать четкую. Чтобы не было вопросов каждый раз, где начинать и заканчивать. И первый вопрос, это что имеется здесь с единицей маппинга? Поскольку нет естественных неких контуров, кроме самих полянок, то как замапить лес уже становится проблемой. Если в первом случае мы видели котика, то здесь мы не видим ничего. Здесь бесконечная поляна, бесконечный лес во все стороны. Опять-таки непонятно, как его маппить. Самый правильный способ, я думаю, что это нарезка на какие-то прямоугольные квадраты. По крайней мере, это лучше, чем пытаться найти какие-то контуры. Которых может и не будет. Поэтому я написал такой планет, пока это прототип сейчас для JOSNA. JOSNA это наш редактор, кто не знает изменения данных. Вот, то есть, это MAP. Который выводит вот такую сеточку. Называется GridLayer. Чтобы можно было четко понять, где проводить границы этого леса. Даже не леса, а вот единицы маппинга. И когда я в очередной раз беру рисовать какое-то лесо, я четко опажу здесь по точкам. Или это вот привыкает. Я взрываю контур, вот так вот делаю и веду дальше. Это помогает очень хорошо видеть, где нужно закончить. Осознать заранее объем работы. Спокойно его сделать и выйти из редактора. Не надо думать ни о чем, кроме самого маппинга. Это звучит смешно, но проблемы все это существуют. Там как раз. Да. Кто-то там маппит озеро. И я так чувствую, что наводят только озеро, не обводя сам лес. Вот тогда мы же потом будем здесь справлять. Вот болото. Найти срочно. Вот. Сейчас я хочу показать дедбаггинг действий, собственно. Надо сейчас переключить мышку. Как только мы заходим в режиме редактирования А, плагин я уже установил. Он отображает сеточку, расчешенную по меркартеровским метрам. Задается настройка интерва в этой сетке. Он сейчас равен в 10 тысяч меркартеровских метров. Но поскольку мы еще достаточно приближены, он не отображает всю сетку. Естественно, он разряжает ее. То есть, по мере приближения мы видим все более детальную сеточку. И в какой-то момент мы видим уже настоящую. Это те самые 10 тысяч меркартеровских метров. Можно по ней ориентироваться и, собственно, спокойно что-то мапить. Не заботясь о том, когда это надо заканчивать. Вот. И что я еще хотел сказать. У меня есть предложение кому-нибудь помочь с этим плагином, потому что он сейчас, по сути, только рисует эту сетку. А хотелось бы, чтобы работала привязка к этим линиям и к узлам, в частности, к квадратам. Так что это своего рода просьба к сообществу. Потому что у меня пока времени на это нет. Ну и плюс хотелось дать темно-то обсуждение. Как все это может быть. Евгений, ну ты что предлагаешься? То есть, вот эта вода, да, допустим, это лес. Если это поляна, то что у него внутренний полигон. Так получается? Да, это внутренний полигон. Сейчас я вам попробую показать кусочек, нарисованного в лес, таким образом. Здесь мышка не послушается. Только джаз не слушается. Магия джавы. А, вот открыл окошко на соседнем. Крайник замечательно. Вот у вас, куда монтируется, мини-иди? Что? Ну, правильно, правильно, мини-иди. Нет, пик. Вот. Отлично. Так, теперь надо наехать это место. Три, дальше. Вон, вон, вон. Вот наш лесок заматлен таким образом. Да, мы еще для редактирования, поэтому сетку мы видим. Если из него будет, то как-то пропадет. Видно, что лес разрезан по этим квадратикам, а поля, в отличие от них, нет. Все это сделано мультиполигонами, то есть лоскутным одеялом. В каждой границе используется в обоих смертных полигонах. А, да, я сейчас... Итак, где то это? То есть, отарение, например, принадлежит обоим квадратам. Что, в принципе, правильно, по идеологии доступного одеяла. Поля я так не разбивал, потому что они довольно маленькие. И вот сейчас, если один из вопросов, который хочу поднять, нужно выработать какие-то четкие критерии, в каких случаях надо разбивать тот же лес, ту же поляну. Каких не надо. Потому что, чтобы не мучиться этим вопросом, сейчас я бы доставлю пример. Лучше заранее все расписать. Потом это вынести на веке или еще куда-нибудь. Чтобы новички это видели и не сдавались по данным. И вам дают. Ну, собственно, это все, что сейчас сделано. Я бы даже сказал, на самом деле, что здесь надо не то... Это же технический метод, если разбитка квадрата. Да, конечно. Мне кажется, что даже, наоборот, после окончания отрисовки какого-то, скажем так, четырем квадратам, центральную линию можно удалять. Потому что они тебе уже не нужны. И будет огромный полигон. Да, у тебя в итоге полигон полигон на полгипонии. Помнишь что-то эту историю? И потом его из него либо вырезать, либо его резать уже при редактировании зрения. Смотри, я же говорю, у тебя в итоге будет огромный полигон, который ты не сможешь потом редактировать нормально. А это резко сохраняет возможность редактирования относительно простого. Какие-то тайлы векторные получились внутри. Да, это вектор тайлы, ничего страшного, я его не вижу, честно говоря. Я поднимаюсь, их можно склеить. Куча геморроя потом с работой с этими данными, потому что линии до середины будут порчать везде. Ну, если надо отрендерить там лес какой-нибудь. Площадь посчитать лес. А вот, где-то, где-то, где-то делать. Не надо ничего делать, просто как отдельный леса. Зачем? Ну, что название? Не-не-не. А что с названием? Ну, привет, ты поставь, что это лес? Какой-то там? Но ведь это не лес, это полигон, занимаемый деревьями. Мы же сюда вам не теряем лес. А я и сам, получается, совсем иначе. У вас нет. Жень, Жень, будет неправильно контактировать в вашем. Например, надо загружать перед этим. Ну, желательно, но не обязательно. Желательно, но не обязательно. То есть проблема его умолчат. В принципе, желательно или не обязательно? Нет, проблема-то отзывет. А зачем загрузить 2-3 соседних с выручными районами? А потом мы где-то, 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 где-то. А, вот так начинает валить. Да. А, как ул, что-то, где-то не валить, у тебя будет аута. Проблема там две. Во-первых, долго представляется роль автоматически, когда real-toolbox используешь. А в Афт-дэ? Проблема с кастлайдом, но и с натреткой ударом вообще. А вот это леса. Не, ну леса давно уже делят. Ну, это, по сути, кей же кастлайдами с кастлайдами, с тем, что оно не влезает в ряда. Мне обычно покоит вопрос, что когда некоторые программы нарезают это самое для своих навигаторов, к примеру, та же Исус, я помню, резал ее когда-то на квадраты по слоям, она может порождать такие вынужденные случаи, когда у тебя будет лес среди одной линии, тебе кусок леса, плоскость совершенно. Ну, это не страшно, конечно, но звучит таки и атом. Ну, самое главное, говорю, надо как-то вырабатывать критерии, что-то придумывать, чтобы четко задавать заранее правильные длины. А у меня вопрос, зачем на первом примере ты вырезал вырубки из леса, если через 10 лет обратно вырастают деревья? Через 10 лет? Да, 10 лет. Через 10 лет это не надо отметить. Это очень плохо, потому что с ним будет где-то прийти. Через 10 лет обратно. Ну, в общем, это решается со временем. У нас фактические данные в СМИ. Через 10 лет там не будет лес. Что? Не будет лес сегодня 10 лет. Там будут кусты. Ну, конечно, за паром. У нас не вырабатывают деревья. И они не ставят кустами, потому что они молодые. Просто такой вопрос. Это очень похоже на маппинг технологических дорог в карьерах, которые постоянно переносятся. А, ну, они все-таки чаще переносятся, чем леса, извините. И то в целом год они живут и могут быть использованы для роутинга, навигации. Ну, да, роутинга, а это называется оперативностью, поэтому по фиксу. Ну, да, а еще кост-клайн, кост-клайн. То есть на маппинг, да, у нас на маппинге смещаются. А есть какая-то статистика по размерам вот этих полярных в лесу? Насколько большие они вообще бывают? Зависит от природной зоны, наверное. Я заметил, что в степях полярных занимает большую часть площадь. Полярных в лесу будет уже, как бы, полярных в лесу. Это были не полярных в лесу. Можно просто... Да, в лесу будет полярных. Можно, надо будет нарезать точно так. Проблема-то... Здесь доклад называется маппинг массивов больших. Возможно, их, как бы, действительно можно по ним границу привести. Все, если оно впадает на границу. Просто вводишь их, отводишь данных, которых там на самом деле нет. Эти линии, их там нет. Правильно? Воз очень много чего нет физически. Чего нет? Это не аргумент. Административный границ в лесу уже физически. В первую очередь, может быть, не аргумент. Да, это может быть в физических практиках. Разрывы дорог. В небольшой практике в общем-то эти линии, ну, как правило, небольшие массивы природные. Они действительно нелегко маппятся. И я для себя в ходе практики нашел такой метод. Я нахожу изначально в каком-то массиве, допустим, какой-то, ну, вэй, допустим, хайвей трек тот же, да? И эти линии, ну, тоже сетки, я строю из объектов, допустим, из реки, трека и чего-то еще. Вот это то, что я в Петербурге очень долго выпиливал. Нет, но линии-то есть? Линии есть. Но ни в коем случае нельзя это делать мультиполигоном с реками и хайвей. Нет, нет, значит, нет. Это то, о чем я говорил в самом начале. Человек пытается привязать, они ничего существующего, при том, чтобы... Да, облегчить просто себе, она ориентироваться как-то. Да, то есть ты начинаешь думать, к чему это все-таки не привязать, а по факту оно не привязано. Ну, идея хорошая, потому что обычно эти линии просто как-то случайно проходят. Да, да, я не хочу упорядочить, чтобы каждый раз не замечать такие темы. У меня в начале месседж был в том, что не надо лишний раз думать над тем, что можно программализовать заранее. Еще я заметил, что тотовой урнофорный скрипт в таком онлайне, который расчерчивает такую же сеточку, но, правда, у него нет параметра, но это не так принципиально. Человек использует для того же самого, чтобы мапить какие-то крупные объекты. Правда, я и не доволен, что он вообще не смотрел, как это работает, но он делает все то же самое, только не визуализирует, да, рисует прям осмавский объект в отдельном слое, точнее в текущем. Как их надо скомбинировать, чтобы плагин позволял привязку делать к зиму? Задумка немножко другая, а все-таки делать, ну, типа мапкрафта, сказать, чтобы в этом квадрате я уже прорисовал, а вот я еще не визуализовал. А, вот так вот. Сама организация, а у тебя визуализирует. Мы их кожи использовали для этого же самого, на нарезки. Еще я видел дикую нарезку, которая сделана с какими-то непонятными параметрами, какие-то полтора километра, там, 1,51, зачем это так делать, непонятно. Человек как-то вымеряю, а вот, потому что квадратный у меня один какой-то получается. Если вы глядете, может, там просеки в лесу, тогда там... Там не будет просек, это просто тоже смысл такой жевательный, как вовремя это место. Я сейчас его нашел, но не помню, вовремя, вовремя сейчас. Кстати, да, вот такое замечание. Лес, который должен образом управляется, в нем есть просеки, и когда логично было бы использовать именно квадраты, просеки, просеки. Точнее, желательно присылать вообще именно контуры деревьев, так, чтобы просеки не попадают. Считайте, что будут отдельные полигоны, которые были слишком маленькие, чтобы их надо было нарезать. Я рекомендую, надо было критерий, которые позволят не нарезать то, что не нужно. Там, где есть просеки, как правило, не такие огромные массивы на десятки километров. Да, в том-третьем... Да, там маленькие леса километр на километр квартальчиков, и там ими надо это делать. Ну, я сейчас хочу заметить, что эти линии, на самом деле, на всех ректорных лендеров, в санте Лясинга, будут видны. Да, но это проблема юга. Меня она не волнует, как следствие. Главное, что включить тебя в водку, и не хуже встают. Ну ладно, ну как я сейчас, кстати, самый большой лес по площади. Видите, опустите, японский, типичный азарт. Фактически. Фактически. В площади я не скажу, но порядка диаметра километров... Там три типа можно... Пятидесяти. Больше я не видел. На самом деле, у меня ферсовряда такое бывает, что нет там никакой ни просеки, ничего нет, ни дороги, ни речки, которая разделяет. Да бывает, но реально огромных массивов вряд ли может быть. Во-первых, у тебя не всегда есть снимки хабаши. Ты не машешь, это топинка... Ну, а там не будет и много данных тогда, будет. Грубо-грубо, надо как-то опрессовать. Ну, по-моему, ты грубо границу на гораздо большую площадь нарисуешь без особых квадратов. Да, возможно, квадраты можно увеличить. Я для этого предусмотрел как раз этот режим, когда при отдалении линии все-таки рисуются, но становятся серыми. То есть это уже не самые близкие контуры. Ну, в общем, я к тому, что во многих случаях как бы желательно все-таки эти линии убрать. Кстати, тогда к E-продолжению в L-пл-бокс добавить объединение мультиплигонов нормальное. Ну, то есть если это проблема джосмана, то почему ты ее решаешь так, внедрение в новый старт? Подожди, почему проблема джосмана? Ну, я не понимаю, что... Нет, это проблема не джосмана, потому что массива огромная, наверное. То есть мне их сложно обрисовать. Слушай, у тебя за спиной замечательные вещи творятся. А, это Слава Труду там, или 50 лет победы? У нас уже у нас остались какие-то не нарисованы. А мы-то и не знали. У нас творится история. Ну, если вопросов нет, то... Спасибо. Да, остался. Спасибо.